Усть-Каменогорский городской суд сегодня не удовлетворил искорежиссера Касимхана Бегманова, главному редактору местной газеты «Флэш» Денису Данилевскому. Последний написал статью о Мустафе Шокая, где назвал казахского общественного и политического деятеля прошлого столетия пособником фашистов. Автором документального фильма «Дорогами Мустафы Шокая» Бегманов требовал наказать за это обидчика на 30 тысяч долларов. Оказывается, я должен... Никакого отношения к Мустафе Шокаю не имею, оказывается. Как если мой труд... Я около 10 лет посвятил. Мой труд, главные герои моего фильма, они называют предателем и так далее. Касимхан Бегманов суд проиграл, но сдаваться не намерен. Журналисты газеты «Флэш» оскорбили исторического героя и его лично, говорит он. Много лет Бегманов собирал информацию о Шокая и объездил страны, нигде не слышал негативных отзывов. Денис Данилевский же, посмотрев фильм, написал статью, в которой Мустафу Шокая назвал фашистским прихвостнем, стоявшим по другую сторону окопа. Также он обвинил Бегмановского героя в сотрудничестве с гитлеровской Германией. Историческая личность и разные мнения могут быть. Снимая фильм по такой противоречивой личности, мнения самые неоднозначные могут быть. Достаточно в интернете, в поисковике набрать Мустафа Шокай, и там тысячи мнений. Самые разные статьи его и пособником фашистов называют, и героем. Мы считаем, что он пособник фашистов, и мы это мнение высказали. Касымхана Бегманова поддержала его коллега по цеху Сатабалды Нурымбетов. Несколько лет назад режиссер представил широкой публике художественный фильм «Мустафа Шокай». Он уверен, что журналист не разбирается в истории. Когда, значит, умер Мустафа Шокай, это 29 декабря 1941 года, никакого легиона мусульманского не было. Через два с половиной месяца у Али-Хаюм его правая рука, значит, себя объявил ханом. И только тогда, значит, появилось такое название – Туркестанский легион. Понимаете? Мустафа даже не успел, значит, произнести это слово. Субтитры создавал DimaTorzok